Это музыкальный шоу-проект «Иди за мной» в предыдущем выпуске. Прям вот он завейбовал. Мне совсем не понравилось. Следующий участник с авторской песней «Хабибуллин Александр. Город Радужный». Наставник Алена Поль. 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 ну да, я говорю, она просто очень заезженная, все классно, но вот тут можно поменять. Слишком, когда очень заезженная, и ты выходишь, и такой, надо ли, надо ли. Вот, ну опять же, это, наверное, заметят только авторы, те, кто постоянно стал. Всегда нужно, ну опять же, это я, да, так подхожу к текстам, в плане того, что всегда нужно искать что-то новое. Понятно, что все спето, все слова спето, и не нужно там выпендриваться, но искать, стараться новые какие-то фишки, какие-то слова и так далее. Ты в любом случае классный. Ну это такое, просто дегать. Я же должна что-то сказать такое? Сразу добавлю, я очень переживал, потому что выходит человек из моего города, и если я ему поставлю высокую оценку, все скажут, типа, да ты просто поддерживаешь своих, во-первых, здесь все свои, и во-вторых, ты не подвел, ты молодец, я ставлю тебе тоже высокий балл, но я все равно ждал, что эта мангальница, вот этот мангал, этот грильница, и что ты будешь крутить шашлык и петь по ресторанам. Я очень ждал. Ты меня огорчил, так что в следующий раз постарайся покреативнее зайти. Я же запомню. Смотри. Красавчик, молодец. Спасибо. Спасибо вам огромное. До свидания. Пожалуйста, выставляем оценки. Следующая участница Чистякова Анастасия Нефтьюганск, наставник Вера Кондратьева. Когда-нибудь мы забудем боль от непонятой любви, когда-нибудь мы решим с тобой стать обычными людьми. Иди ко мне, спасай меня, ложись со мной в постель, которая для нас давно уже превратилась в саму цель. Одинокие. Одинокие. Два безумца в темноте. Ты снова высверлил и не попал в мишель, меня ты ранить не хотел. Отори, кашет, ты снова выстрелил, я стала в стороне, стрела попала не в меня, а боль встала мне. Ты снова выстрелил и не попал в мишель, но ты оставил эту рану на моей мишели. Кашет, 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 кашет. Когда-нибудь и мы. Когда-нибудь и мы. Когда-нибудь и мы. Когда-нибудь и мы. Ты снова высверлил и не попал в мишель, меня ты ранить не хотел. Отори, кашет, ты снова выстрелил, я стала в стороне, стрела попала не в меня, а боль встала мне. Ты снова выстрелил и не попал в мишель, но ты оставил эту рану на моей мишели. Рикошет, 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 рикошет. О-о-о-о. Та-о-о. Настя, Настя, но чувствуется мощь, энергия в твоей музыке, в твоих словах, в твоих действиях. Как ты себя ощущаешь? Драйвова. Очень. У меня вот внутри столько энергии, Я бы еще потанцевала. Нет, сразу вышла, сразу артист. Классно выглядит, стильно. Этот хвост, все, ну, прям классное. Да, но я хочу сказать, что тебе нужно идти на голос, мне кажется, вот после этого проекта. Ну, вот это твое. Там вот, мне кажется, вот то, что тебе нужно, ты там максимально сможешь раскрыться. Мне кажется, вот человек прям вот участник проекта «Голос». Я так это вижу. Крутая. Что ж, Анастасия, сколько вам лет? Двадцать один. Хорошо. Нефтьюганск? Да. Плохо. Вы хотели в гости? Я часто здесь бываю. Ладно, по делу. Эффектно. Мощно. Ты со своей частью скажи тоже. Ну, красивая. Я же уже поинтересовался в геопозиции. Девочек хвалит. Так что, я мальчику не могу сказать, что он красивый. Вот выйдет по-настоящему красивый мальчик. Ладно. Немножечко все-таки побуду тем человеком, которого будут хейтить. Ты молодец, но сразу скажу один маленький нюанс. Мне что интересно, ты сама выбрала этот наряд и сама придумала все это, вот такую дерзость. Типа это у тебя такой характер, и тебе это соответствует. Все правильно? Да. Это нормально. Потому что, когда люди выступают вот в таких ярких костюмах, красная помада, и они показывают все. Но это а-ля Бьонс, она же тоже так выступает. У нее ветра дует, там волосы вот так вот, знаешь. Да, да, люди с феном там под ней лежат. Это здорово. Это такая концепция выступлений. Да, и у таких людей, мне кажется, есть своя маленькая планетка, которая называется эго. Не в плохом смысле этого слова. Она есть у каждого из нас. Но ваши планетки, они самые блестящие и самые красивые. И сегодня это сияние достигло и нас. Спасибо тебе. Спасибо вам большое. Оценку пока не скажу. Переедешь в Москву, скажу оценку. Спасибо. Я переезжаю, мам, пап. Мам, пап, я ничего не говорил. Ваши аплодисменты. Анастасия, спасибо. Судьи выставляют оценки, делают пометки, потому что сегодня уже немало участников, которые, возможно, завоевали их сердце. Но впереди есть еще. Следующая участница. Лубышева Анастасия Сургут. Наставник Алена Поль. Лубышева Анастасия Сургут. 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 Лубышева Анастасия. Лубышева Анастасия. Лубышева Анастасия Сургут. Лубышева Анастасия Сургут. и уход туда был отрепетирован или ты сейчас это придумала? Сейчас все произошло. Ну вот поэтому тебе ставлен один балл больше, чем Чистяковый. Больше. Больше пяти баллов куда еще? Ну погоди. Ладно, чуть-чуть скажу по делу. Все красиво. Молодец. Спасибо. Ну тут тоже проект «Голос». Это понятно. Тоже, да, следующий этап. Мне очень понравился очень крепкий вокал. Мне кажется, наверное, тут пока что лучшая, наверное, вокалистка в плане того, как поет. Не, ну там безупречно. Спасибо большое. Ну так крепко, так вообще без единой запинки. Ну так прям молодец. Ну, во-первых, очень сложная песня. Там все на верхах и очень прям крепко. Я скажу еще 10 раз. Это было круто, да. Поэтому тоже высокий балл, очень, конечно. Круто. Молодец. Спасибо большое. Спасибо тебе. Сразу всем участникам наперед. Мы тут не собрались пропускать только тех, кто выходит с пианинами и с гитарами. И мы непредвзято относимся. Вот девушка выступила вообще в другой, как сказать, манере. Ну да, джаз, это был джаз классический. Ну да, все по-другому. Она просто спела, не свою песню. Но сделала это правда круто, и мы не можем остаться равнодушными. Никакой предвзятости тут точно нет. Отмазался. Тогда не будьте равнодушными и выставите оценки. Смирнова Матрена, Сургут. Авторская песня. Наставник Вера Кондратьева. Наставник Вера Кондратьева. Тебе глубокие раны мы оставим в прошлом. Рука в моей руке. Я знаю, ты вернешь меня в былые времена. Я верю, ты найдешь все силы. Ты не дашь мне умереть. Я думаю о том, как мы останемся вдвоем. И свет звезды молящей о любви с тобой зажжем. Мне снится по ночам, что ты со мной летишь. И я во сне от счастья вознесусь на небеса. Прошу тебя, пойдем туда, где мы одни. Где обретает крылья моя с тобой душа. Я знаю, ты вернешь меня в былые времена. Я верю, ты найдешь все силы, не дашь мне умереть. Я думаю о том, как мы останемся вдвоем. И свет звезды молящей о любви с тобой зажжем. Зажжем. Спасибо. Матрёна, расскажи, пожалуйста, у тебя была только что авторская песня. Как вот они пишутся? Потому что для некоторых из нас это, знаешь, какой-то новый мир, новая история. Я даже не знаю. Я просто чувствую, что она должна написаться именно в этот момент. Что мотивирует тебя? Какая муза внутри тебя? Я не знаю. Я вдохновляюсь от того, что окружает меня вокруг. Эльвира, а что вдохновляет тебя? Все то же самое. Мне очень понравилось. Очень красивая. Классно спела, сыграла голос. Просто вот мы сейчас обсудили. Диснеевская принцесса. Ну, мне очень понравилось. Очень красиво. Прям вот, ну, перфект. Я бы сказала, перфект. Идеалити. Пока мой фаворит. Наверное, в мои фавориты вырывается. Матрена. Я надеюсь, что родители Чистяковой уже отошли, потому что мне нужно обратиться к родителям Лубышевой. Теперь Смирнова едет в Москву. Ну, правда. Я в самом начале сразу подумал о том, что, блин, я в мультике. Просто я как будто бы прям внутри мультфильма оказался. Огоньки сияют. И сидит милая девочка скромная. Я не знаю, какая это в жизни, потому что, знаешь, какие демоны скрываются иногда у нас. Ты можешь сейчас стоять и говорить, я не знаю, я пишу песни, вот они, меня вдохновляет мир вокруг. А потом мы тебе поставим три балла. Ты выйдешь и скажешь, собаки позорные. Псы, они не понимают ничего. А сколько тебе лет, кстати? Мне 17. Ну, вообще классно. Ну, вот тем более. Значит, песики позорные. Не, я думаю, что она, кстати, не такая скромная. Я в 17 лет тоже вот так вот отвечаю. Ну, да, я вот про, я все вижу, Матрена, я вижу тебя насквозь. Замечательная песня. Ну, я говорил, ты говорила про рифмы, как там, было, не было, прошло, как там. Там тоже были? Не, не было, Дрой, вот ты напомни. Надо ли, надо ли. Было тут надо ли? Нет, а здесь было не надо ли, по-моему. Здесь было, я тоже, когда мне было 17 лет, я писал стихи, я всегда немножко, у меня такие были вьетнамско-поэтические флэшбеки. В серебряные века, в былые времена. Ну, типа, мы никогда же в жизни не говорим, эх, Настюха, я скучаю по нашим былым временам. А она там спела «Былые времена». Там припев. Я надеюсь, ты вернешь меня в былые времена. Вот. И, типа, это неплохо. Но лично просто от меня совет, раз уж я здесь оказался, в этой сидушке. Больше говорить тем языком, которым мы действительно общаемся, которым ты общаешься с друзьями. Я не знаю, я знаю, ты вернешь меня в наш первый пост в Инстаграме, который я покажу своей маме. Ну, типа, шутки шутками, но, типа, говорить о том, что действительно насущно. Лично мне так кажется. Сережа, я имею в виду, что пытаться писать стихи тем языком, на котором мы разговариваем. Да, быть актуальной. Если не брать это в расчет, ты просто... Но я тебе могу сказать, что тут песня, текст, я прислушивалась. Она достаточно классическая, там, типа, я там хочу с тобой умереть, улететь, а-ля вот это. Поэтому там это достаточно органично. Органично, но... Я тоже люблю больше бытовые тексты, понимаешь, о чем я, да? Но здесь не бытовой текст, он очень ванильный, романтичный. В хорошем смысле. И именно вот в стиле диснеевском. Да, да. И хорошо сложные стихи. Органично, поэтому ты его не слушай, но он правильно сказал, то есть относительно актуальности, да, то есть это больше там людей зацепит, если с коммерческой точки зрения, душевной. Ну, я бы хотел вообще сказать тебе, Матрена, ты теперь стала... Человек так чувствует. Ты стала очевидцем, что такое, когда Эльвира по-настоящему ревнует. Чувствуешь? Чувствуешь? Ты его не слушай, он плохой, он плохой, оставайся. То есть я ее ревную? Нет, ты меня ревнуешь к ней. Ты его не слушай, оставайся в своем сургуте и не езжай никуда. А, окей, хорошо. Ну и делаешь вид, что типа... Ну ладно, хорошо. Шутки, шутками. Замечательно. Замечательная песня. Ты органично, если ты еще и в жизни, хотя бы на 15% такая же, как и на сцене, то это волшебство. Классно. Спасибо. Матрена, спасибо тебе. Следующий участник. Но прежде оценки. Уважаемые эксперты. Сергей, Эльвира, вы поставили оценки? Следующий участник. Федин Ростислав с авторской песней. Село Перегребное, Октябрьский район. Наставник Алена Поль. На свете есть девка одна. Мы не похожи с ней совсем нифига. Я убивался с ее тупых шуток, ведь что-то поумней придумать не могла. Но несмотря на мою тактичность, мы подружились на вечность. Не замечаем время вместе, а все свое в этой песне. Ты моя подруга. Сегодня сотворим глупость. Зато семна целый день. И забьем на ЕГЭ. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Мы проводим вместе. Двадцать четыре на семь. Ты моя бестия. Это видно всем. Так замучила учеба. И куча долгов. Но зачем нам это нужно? Давай на это забьем. Ты моя подруга. Сегодня сотворим глупость. Зато семна целый день. И забьем на ЕГЭ. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Давай бегать по улице. Пока нету машин. Говорит о феминизме. Или квантовой физике. Считать на небе звезды. Рассказывать сны. Прятаться от знакомых. Ведь я их не люблю. Ты моя подруга. Сегодня сотворим глупость. Зато семна целый день. И забьем на ЕГЭ. И забьем на ЕГЭ. Мы с тобой. Мы с тобой. Ты моя подруга. Сегодня сотворим глупость. Зато семна целый день. И забьем на ЕГЭ. Спасибо. Федина Ростислав. Слав, ну ты прям ворвался. Знаешь, вот столько энергии, столько эмоций. Скажи, пожалуйста, за выступление сколько ты тратишь калорий? Миллион, миллиард. Девчонки, если вы не знаете, как держать себя в форме, вот, пожалуйста, пример. Например, Эльвира, я смотрю на тебя. У меня вопрос к Сергею. Ты будешь звонить маме? Ты будешь забирать Федина? Я только хотел сказать, простите ли вы меня родители Смирновой. Я забираю Федина. Я не шучу. Это мой личный. Так нельзя, наверное, говорить. Но вы сегодня позвали меня. Я не могу сказать, что я объективен. Раз уж вы позвали меня, это мой фаворит. Это авторская песня? Да, конечно. Ты забираешь деньги и уходишь. Все. Посмотрим, что будет дальше. Но вот мой концертный директор сзади сидит. Менеджер, в смысле. Он говорит, можно номерок этого молодого человека? Для этого конкурсы и нужны, чтобы вот связи. Актуален. Актуален. Свеж, как раз таки, в тексте. Но это самый коммерчески успешный номер. Сейчас все девчонки и парни молодые, что были у экранов, они слушали тебя, я уверен. Они узнали себя в тебе. Это самое главное. Поэтому творчество трогает людей, потому что оно актуально, и люди себя в нем узнают. И я себя маленького мальчика, можно так сказать, я сам еще не супербольшой мальчик, но чуть-чуть постарше. Я узнал себя. Это бесценно, здорово. У тебя 17 баллов сразу. А я знаю, что хочу отметить, вот чем отличается, вот, как зовут Федин? Ростик. Как? Рося, можно просто Рося. Рося? Да, просто Рося. Рося, знаешь, чем он отличается? Почему он артист вот сейчас больше, чем некоторые? Он единственный ходил по всей сцене и работал с залом. Там девушка сидит, вот я ей пел. Вот, это круто. То есть ты выбирал человека, и ты работал со всем залом, несмотря ни на что. Это, я думаю, было тоже тобой как-то запланировано, что ты будешь работать со всем залом, не только там на нас и там посередине. Это очень классно. Ну, к остальным словам я присоединяюсь, поэтому мне добавить особо нечего. Классно. Авторская песня, вообще круто. Просто ты понимаешь, что тут уже плюс сразу. Молодец, красивый мальчик. Можно добавлю? У меня сейчас, знаете, какое настроение? Как будто мы с тобой оба повернулись вот так вот в креслах этих и боремся за него. Рося, ко мне в команду приходи. Рося, не слушай ее, Рося. А я знаю, что завидела? У тебя улучшается настроение, потому что у тебя баллы все становится выше и выше, выше и выше. Просто ребята, лучше и лучше, лучше и лучше. Один лучше другого. Ты смотри этот, губу не раскатывай. Судя по всему, ты окажешься в следующем этапе, но сделаешь то же самое. Прокатит. Красава. Спасибо. Ростислав, спасибо, да. Наши судьи, пожалуйста, выставляйте оценки. Смотрите в следующем выпуске. Лето, 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 но куда ты бежишь по свету? Как судить объективно, когда такое артист выходит? На всегда. Эта песня не конкурсная. Я никогда в жизни не смог бы так спеть. Я никогда в жизни не смог бы так спеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова